Вы когда-нибудь слышали отрывки из Евангелия об Иисусе? Или вы слышали их, но никогда не понимали, о чем они? Это короткое видео покажет вам, что произошло в то время, когда Иисус был на земле, и с какой целью? Как вы, наверное, знаете, около 2000 лет назад родился младенец. Ангел сказал молодой женщине по имени Мария, чтобы она родила мальчика и назвала его Иисусом. Особенности Иисуса состояла в том, что было предсказано, что Он Мессия, то есть Спаситель мира. Иисус рос как обычный ребенок, помогая своему отцу плотничать. Прошли годы. Иисусу было около 30 лет, когда Его крестили водой. И в тот же миг Бог послал Свой Святой Дух к Иисусу. Со Святым Духом как частью Иисуса Он начал проповедовать Евангелие. Евангелие о безусловной любви и о том, как получить вечную жизнь на небесах, исповедуясь и каясь в совершенных грехах, и как получить полное прощение через Иисуса. И как вы знаете, Он сказал людям, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Когда Иисус проповедовал Евангелие, Он сделал много чудес, чтобы показать Свою силу. Силу, полученную им от Своего Отца, Бога. И, видя эту исключительную силу, люди начали верить в Него. Слепые прозрели. Глухие стали слышать. Хромые стали ходить. И даже мертвые воскресли и встали из могил. И все это в доказательство могущества Бога. И того, что Иисус был Сын Бога. Эти исцеления, называние Себя Сыном Божьим и другие фантастические чудеса стали слишком опасны для религии, исповедуемой евреями. Так что они схватили Его посреди ночи. Они хотели избавиться от Него. Если бы Иисус хотел, Он мог бы убежать, но Он остался, чтобы доказать свою любовь, свою любовь к вам. Евреи решили пытать Иисуса, как если бы Он был животным. И после всего этого они убили Его, распяв Его на кресте между двух разбойников. Перед смертью Иисус даже просил Бога, чтобы Он простил людей, которые распяли Его. Какая невероятная любовь! Когда Иисус, Сын Божий, умер на кресте, Он взял с собой на крест все ваши немощи, все ваши страдания и все ваши грехи. Дрогнула вся земля, и большая гроза началась. Сын Божий был мертв. Иисус был похоронен в чужой гробнице, и в течение трех дней Он был мертв. Но на третий день Бог вдохнул жизнь во Иисуса. Он воскрес из мертвых, стал живым из плоти и крови. После того, как Иисус воскрес, Он проповедовал на земле в течение сорока дней. И после этого вознесся к Отцу на небо. Через десять дней после вознесения Иисуса на небо к Своему Отцу, Бог послал Святой Дух к Своим ученикам, чтобы они могли продолжать проповедовать Евангелие, крестить людей в воде, и затем, чтобы вселить Святой Дух для возможностей и умения прорицать, исцелять больных во имя Иисуса, изгонять демонов и рассказать миру об Иисусе и о том, как получить вечную жизнь на небесах. И вот где все заканчивается. Я имею в виду для многих. Но это не конец. Здесь все начинается. Видите, это не только две тысячи лет назад. Нет. Сегодня каждый, кто признает и сожалеет о своих грехах, верующий в Библию и Иисуса как Сына Божьего и воскресение Иисуса во плоти и крови, может тоже быть частью всего этого. В нас до сих пор есть Святой Дух. С такой же силой, которая воскресила Иисуса из мертвых, Иисус действительно заповедовал нам идти со Святым Духом и исцелять больных и делать еще большие чудеса, чем Он. Почему? Чтобы показать миру, что Евангелие об Иисусе Христе наполнено властью, что Он живой и любящий Бог, который просто хочет, чтобы мы верили в Него. И, видя все эти фантастические чудеса сегодня, вам не останется никакого другого выхода, как начать верить. Таким образом, Евангелие об Иисусе Христе верно, и Святой Дух работает не только две тысячи лет назад, но и сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok